Книга открытым оком том 30 вопрос 4050 тема спорт пишет во многих газетах о гибели молодого хоккеиста что случилось и почему так много публикаций о нем отвечает Игнатий Тихонович Лапкин во время игры в марте 13 октября 2008 года погиб самый молодой и самый перспективный хоккеист страны уроженец Алтая Черепанов Алеша остановилось сердце теперь ищут виновного в его смерти случилось то что не могло не случиться так так как принимают разные таблетки допинковые расширено сердце и другие органы но не это главное но что с его душой вот публикация только из одной газеты мать маргарита александровна говорит цитата я у бабушки в церкви спрашиваю почему я его не вижу во сне он говорит почему я не вижу во сне почему я его не вижу во сне он говорит так простите мать маргарита александровна говорит я у батюшки в церкви спрашиваю почему я его не вижу во сне он говорит подаст знак подаст так хочется узнать как он молюсь каждый день в церкви слезы высыхают а выйду и через час не знаю как жить вчера ездила в монастырь настоятельница сказала есть заповедь не сотвори себе кумира а он был кумиром может поэтому его господь и забрал да она права был кумиром для тысяч людей за два месяца до до этого мне звонит сестра плачет я сон плохой видела про лёшку лёша умер священники мне говорят что алексею там хорошо что он светлый ребенок был но почему каких-то наркоманов и алкоголиков он не забирает где же справедливость я все жду что он позвонит газета известия вот 27 октября 2008 года страница 3 вот так священники в кавычках свидетельствуют о жертве христа по неволе вспомнишь евтушенко цитата и тут же обольстители толпы из той же самой партии попы человека который жил по стихиям мира они по христу уже в рай кавычки открываются спорт унес жизни еще двух мальчишек кавычки закрыты наверно название статьи что ли вчера в новосибирске похоронили 16-летнего артема короткого умершего во время соревнований по карате а накануне в воронеже на уроке физкультуры остановилось сердце восьмиклассника жени никулина конец цитаты еще одна цитата впредь все было в порядке артем а ведь все было в порядке артем пять лет занимался каратэ перед выездом он прошел медосмотр более часа продолжалась борьба за жизнь ребенка но к сожалению безуспешно газета известия 12 ноября 2008 года страница 5 еще цитата из газеты результаты анализа были очень хорошими в том числе и кг никаких патологий сердца не было спорт опасен для здоровья широко известна аксиома большой спорт и здоровье вещи несовместимые резко выросшая конкуренция вынуждает спортсменов насиловать свой организм а современные системы тренировок и медицинские программы позволяют выживать ну видимо выжимать из спортсменов все соки отдавая ребенка в спортивную школу родители должны понимать что с этих пор он будет принадлежать группе риска не слишком ли дорогой ценой расплачиваются атлеты за сладкий миг победы газета комсомольская правда 12 ноября 2008 года страница 5 далее гнать тихонич приводит цитату из священного писания книга и его 16 глава 2 стих слышал я много такого жалкие утешители вы все 2 петра 2 19 обещают им свободу будучи сами рабы тления ибо кто кем побежден тот тому и раб эфесянам 4 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях 1 тимофея 4 1 дух же ясно говорит что в последние времена отступят и некоторые от веры внимая духом обольстителям и учением бесовским 2 и о врагах уметь сказать не худо когда у них есть лучше чем когда у них есть лучше чем наше к тому что есть заветная прибудет на нашем поле пусть и их лошадка пашет 3 но так не принято обычно все не так уж если в чем-то с нами не сошлись а в ту сторону начнут плевки свои метать и заволакивать своей природной слизью 3 бог дал свое и вражьи оценить воспользоваться чудной монограммой 4 и воспользоваться чудной панорамой и в я преобразить младенческие сны и к цели выправить чтобы было столь непрямо 5 святую библию я в секте получил 50 ником не став ни на минутку библейский свет нас не староверческих лучин на русском языке не на церковно-нудном 5 да секта да они все сплошь еретики но лучше что но лучше что обрелось в ту пору я принял там и к счастью стал таким в любом вопросе ерунду не порем без библии я ноль без всяких запятых не состоявшийся не жил евангельской верой жег свечи по церквам молился всем святым не знав христа то не считал потерей таких оболтусов я вижу пруд пруди упрямых озверелых и настырных не видел бы христа иисуса впереди не возрождение под мрачную копирку и от баптистов много перенял найдя в писании прямое подтверждение учился ждать под снег уйдет стерня зачем пренебрегать советом дельным а ныне сам еретикам давно несу святых отцов святое толкование отвергнув стали ковырять в носу предпочитать плыть предпочитая плыть к погибели в обмане 31 октября 2008 год Игнатий Лапкин